Ну, она мне сказала, я люблю Алену. Я говорю, а как, вот если, а если не Алена, она мне, мам, ну если не Алена, то будет Маша, будет там Света, будет Катя. Были у меня, конечно, какие-то к себе вопросы, что я не так делала, может быть, как-то неправильно я его воспитывала, за него, конечно, переживала. Хотела бы что-нибудь сделать, чтобы ему помочь, я не знала, что. Чаще всего вот именно такое, чего они высовывают, зачем они демонстрируют. У людей темень стоит на этот счет в голове. Они, мы, ребята, это все мы. Это же у него проявилось как бы не с детства и не с подросткового возраста, а уже в юности. Он в Питере тогда учился, и когда его парень у него там жил подолгу, ну да, у меня какие-то сомнения были. Вы знаете, у него же девушек было до этого очень как бы, кругом были вечно девушки, кругом. Ну и я как-то думала, что все-таки, ну, парень, может быть, это просто дружат они, друг, это мало ли. Приехала подружка к подружке в гости друг к другу, ничего такого я в этом. Ну, то есть сомнения какие-то легкие были, но я отгоняла от себя эти мысли, думала, что все это вполне безобидно. Ну, были такие какие-то чуть-чуть наблюдения. Поехали мы однажды в семейный дом отдыха. Доченька уходила на соревнования, там, для детей организовывалась. Приходит, приносит грамоту, первое место. Степе они стояли. Вот тогда уже наметились такие, чуть-чуть пунктиром в ней эти чудеса, но мы никак не относились к этому. Да, но она очень не любила носить девчую одежду. Я замечать начала вот эти проявления, ну, это уже, конечно, я сейчас понимаю, что это уже была ее гомосексуальность. Когда она уехала в Германию, она уехала подросткам жить, она часто приезжала домой, про школу рассказывала, про друзей. Ну, и тогда я помню, что она больше как-то с увлечением рассказывала там про своих друзей, не друзей, ребят, а про девчонок. Как у нас у всех, у меня в детстве была близкая подружка, я тоже думала, что это и вот у дочки тоже близкая подружка. Как-то не предупредив, что он приедет из Питера, вдруг нарисовался в Минске. Неожиданно абсолютно. Я вообще очень испугалась, думала, господи, боже мой, что. Мы пошли гулять вдоль речки, на скамеечке сидели. Поставил меня в известность. Шок. Страх за него, за его будущее. Ну, что ему предстоит такая жизнь необычного человека. Папе мы не говорили, причем Андрей хотел, хотел сказать папе, но я была против, потому что у меня муж такой очень эмоциональный, импульсивный такой. Ну, я хотела сама как бы его подготовить, потому что, ну, как мне казалось, что он, ну, вот как мужчина и как воспримет это совсем по-другому, чем я. Ну, матери проще это принять, но потом в итоге как-то все-таки Андрюша настоял и сам с ним поговорил, но это уже прошло, ну, по-моему, даже не один год. Ну, он воспринял, ну, как, конечно, для него это был удар. Когда она стала уже чаще ездить, вот в Москву начала мотаться, она мне, конечно, врала, что я езжу к друзьям. А я говорю, как ты ездишь к друзьям, а к маме приехать не можешь. У меня нет времени, у нее были договорки какие-то. Вот тогда я поняла, что не просто к друзьям, что появилась у нее уже любовь. Она мне не разрешала приезжать, потому что, ну, видимо, ей тоже было сложно это все. А потом она говорит, я встречу тебя с подружкой. И вот когда я приехала на вокзале, они меня встретили с цветами. Они приготовили салатик такой, чайок мы попили все. И потом все на нервах, конечно, были. Ксюша зашла и говорит, мам, идем, надо поговорить. Вот это я запомню на всю жизнь. Я встала, говорю, ну, идем. Хотя я уже говорю, знаю, о чем мы будем говорить. Ну, она мне сказала, я люблю Алену. Я говорю, а как, вот если, а если не Алена, она мне, мам, ну, если не Алена, то будет Маша, будет там Света, будет Катя, там. Вот так. Вот она мне ответила. То есть она уже заявила о своей гомосексуальности, что мальчики ей не нравятся. Папа Ксюшин сказал, доченька, мне все равно, с кем ты будешь, лишь бы была ты счастлива. Были у него вот такие слова, да. С ней об этом ни разу не разговаривали, мы не доживали до такого, до необходимости такого разговора, ну, нужности его. Ну, она как-то совершенно свободно и спокойно входила в наше понимание. Ну, я присылала давно уже 12 парней, с которыми у меня что-то там было. Я бисексуалка на самом деле. Никто об этом не знал, ни на работе, ни родители мои не знали. Я все это скрывала. Дело случая. Девочки мои, Аленка с Ксюшкой, они вели в ЖЖ, в живом журнале. У них был блог, был у них какой-то недоброжелатель. И вот этот недоброжелатель, оказывается, нашел Ксюшину маму в одноклассниках и разослал всем друзьям, моим получается. А сообщение было такое, что это та старшенька, которая вот лесбиянка и живет с женщиной. У меня был шок. У меня был такой шок, что я сразу схватила телефон и стала звонить дочке в Германию. Ну, скажи, что это спам. А я начала говорить, что это спам. Ну, а сейчас я так рада, что мне сделали вот такой аутинг. Ну, прошло все. Мне помогли просто. Упал с плеч груз тяжести. Мне стало так легко. Просто стало легко жить. Я лично никому не говорила. Я думаю, муж тоже никому не говорил. Но Андрей же, как бы, он не скрывал и кричал на каждом углу. И родственники узнали где-то из... Ну, может, в интернете что-нибудь они находили. У него же там статус был написан. Как бы родственники, наверное, об этом узнали чисто так. Не от меня. Ну, конечно, говорю, когда коснется простого человеческого разговора. Во всяком случае, хотя бы, чтобы обозначить свое отношение к этому. Раз ты... А меня уважаешь, наверное, прислушаешься. Я ни разу не видел агрессию в свой адрес. Чаще всего вот именно такое. Чего они высовываются? Зачем они демонстрируют? У людей темень стоит на этот счет в голове. Они, мы. Ребята, это все мы. Это было, конечно, тяжело. Я, конечно, винила во всем себя. Девчонки, они молодцы. Они мне давали брошюрки, давали статьи. Я стала туда часто ездить. Вот, видела, что у них все хорошо, что работают, учатся. Ну, а счастье ребенка. Это же счастье родителей. На поверхности все это не лежало, как сейчас. Были у меня, конечно, какие-то к себе вопросы. Что я не так делала, может быть? Как-то неправильно я его воспитывала. Было очень страшно. И я за него, конечно, переживала. Хотела бы что-нибудь сделать, чтобы ему помочь. И не знала, что. Как-то, ну, попыток исправить, по крайней мере, его. У меня не было мыслей, что можно как-то его поговорить с ним, повоспитывать, направить в нужное русло. Только со стороны наблюдаю. Я же не могу ему запретить чего-то. Он же уже не мальчик малюсенький, которого можно взять за ручку и везти куда-то в другую сторону, в другую песочницу. Да, мы это приняли, мы с этим живем дальше. И уж как мы к этому относимся, это уже нравится, не нравится. Мы живем с этим. Я только должен обязательно знать причинно-следственные связи. Вот тогда я живу. А иначе ничего не понимаю. Здесь тоже мне надо было понять причинно-следственные связи. И мне здорово повезло. Я стал искать, тыкаться. Начал смотреть, есть ли научные исследования на этот счет. И вот я нарвался на Дика Свааба. И он доказал, мне во всяком случае доказал тоже, что в некоторой части мозга человеческого у этих людей произошло совсем почти незаметное изменение. Как раз в тех долях, которые определяют половые притязания, половые привязанности. Я стал думать, что я могу сделать для того, чтобы у нас просветились белорусы, чтобы они поняли. И наша задача, моя лично, я считаю необходима, раз уж я понял, заниматься тем, чтобы у нас в Беларуси хотя бы этой темноты сознания уменьшалась. Чтобы просвещать людей на этот счет. У нас есть группа поддержки родителям, детей гомосексуальной ориентации. На фейсбуке у нас родительский клуб есть, чтобы помочь родителям справиться со своими вот внутренними вот этими вот всеми амбициями. Может быть, кому-то тяжело, может быть, легче, когда придешь, пообщаешься. Когда я стала в эту группу ходить, это Андрей мне посоветовал туда ходить, стало мне гораздо легче. То есть, когда родители, ну, там, различных ЛГБТ детей. То есть, ну, и там мы, конечно, уже друг от друга ничего не скрываем. Ну, как-то это как отдушина. То есть, появились хотя бы какие-то люди, с которыми об этом я могу свободно это все обсудить. Два года они встречались, ездили друг к другу. Ну, что делает любовь? Все равно они воссоединились. Как Алена сказала, здесь будущего нету. Мы будем пытаться жить в Германии. Была у них свадьба. Вот, и они сделали на эту свадьбу тысячу журавликов. Тысячу. То есть, запустили на воздушных шариках, потому что осуществилась их мечта. И сейчас у них, да, сейчас у них ребенок. Три года. Мой внук Яня. Они сделали ЭКО. И донором стал их общезнакомый. Парень, он гей. Теперь у Яни три бабушки, два дедушки. Все изменилось, конечно, все изменилось. Мои представления и мечты, они поменялись, конечно. К старому возврата нет. Потому что он уже не будет пианистом, он уже выбрал себе другую дорогу. Ну, не то чтобы я горжусь, что он ЛГБТ-активист. Но я просто, ну, как бы горжусь тем, что у него вот есть смелость. И он же делает это, да, он же хочет помочь этому сообществу как-то жить в этой стране. И, ну, чувствовать себя полноценными гражданами, такими же, как все. Не каждый на такое способен. В первую очередь он мой ребенок, поэтому я его буду поддерживать. Всегда. Ну, я только хочу, чтобы он был здоров, чтобы рядом с ним был любимый человек, чтобы у них было все хорошо. Сейчас Стелла живет в Сан-Франциско, потому что там она чувствует себя, как рыбоводья. И хорошо. Ее окружат подобного рода люди, они все друг друга знают и понимают. Здесь я абсолютно не намерен вмешиваться. Все это ее дело личное. Я не собираюсь что-либо навязывать. Да, я высказал свое сожаление о том, что у меня не будет со стороны стола внуков. Она когда-то объявила, что я рожать не буду, потому что у меня не хватит силы воспитать. И все. Я ее как обрубила. Одному это без... Ну, трудно это обсуждать, особенно первое время. Если они придут в группу поддержки, им будет легче, да, я думаю, да. Но если их даже заподозрили, не отталкивать. Ни в коем случае не отталкивать. Поговорить. Хотя дети тоже не все идут на контакт сразу. Но все равно пытаться поддержать ребенка и любить. Будешь любить, ну, а как мы-то, своих детей любим. Субтитры создавал DimaTorzok